МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путем интернет-голосования дали ему название Чебоксара-арена. В эти минуты продолжается ледовое шоу Алиса в стране чудес. Национальное телевидение Чуваша вело прямую трансляцию с торжественного открытия Ледового дворца. Многое в торжественной церемонии открытия было впервые. Организаторы праздника учли все возможности большой арены. Видеоэкран, спецэффекты, особый звук. Всего были задействованы более 500 артистов и спортсменов. В театрализованной постановке участвовали шорт-трекеры, фигуристы и хоккеисты, все воспитанники местных спортшкол. Комплекс рассчитан на 7,5 тысяч зрителей. Он полностью соответствует требованиям континентальной хоккейной лиги. В открытии дворца приняли участие глава Чуваши и гости. Рад приветствовать вас на открытии данного прекрасного ледового дворца Чебоксары-Арена. Очевидно, мечта жителей Чувашской республики сбывается. Данный дворец предназначен для вас. Через мгновение наши почетные гости официально откроют ледовый дворец Чебоксары-Арена. Дамы и господа, ледовый дворец Чебоксары-Арена торжественно объявляется открытым! Праздник у ледового дворца начался еще до торжественной церемонии открытия. За несколько часов у комплекса Чебоксары-Арена собрались горожане. Скучать там не приходилось. Многие горожане пришли на праздник целыми семьями. Для самых маленьких чебоксарцев работали клоуны и аниматоры. Выступали представители различных спортивных федераций. Посреди жаркого лета развернулась интерактивная площадка «Зимняя сказка». Там работали профессиональные фотографы. Фотографии можно было забрать абсолютно бесплатно. И все же основное внимание было приковано к главному виновнику торжества – комплексу Чебоксары-Арена. Ледовые катки для подрастающего поколения очень замечательные. Мы часто ездим в Казань, потому что у нас такого не было никогда. Приходилось ездить всегда на Татнефть-Арену, там посмотреть в хоккей, многие мероприятия. Теперь всегда будем приходить. Радостное ощущение рядом с домом. Дети смотрят спортивные представления там. Будем водить сюда. Вот Степочку будем водить. Надеемся, что наш Степочка будет будущим хоккеистом. Мы занимаемся классическими танцами. Вообще у нас очень много знакомых девочек, кто занимается фигурным катанием и мальчиков-хоккеистов. Мы очень рады, что открывается такой комплекс. Надеемся, будем часто его посещать. Сегодня на лед Чебоксары-арена выйдут звезды хоккея и фигурного катания. Но уже совсем скоро комплекс превратится в тренировочную базу для наших спортсменов и площадкой активного отдыха горожан. Ольга Пыричкина, Александр Петров, Республика. На открытие Ледового дворца в Республику приехали олимпийская чемпионка, чемпионка мира Европы Елена Бережная, призер Олимпийских игр, чемпионка мира Европы Ирина Слуцкая, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Сегодня глава Республики встретился с прославленным хоккеистом. Прославленный хоккеист отметил, в Чувашии живут спортивные люди. Это понятные по количеству призовых мест на соревнованиях различного уровня и по количеству всевозможных спортивных объектов, построенных в Республике в последнее время. Открытие Ледового дворца в Чебоксарах Владислав Александрович считает очень важным и своевременным. Сейчас, когда российский хоккей набрал силу, необходимо увлекать положительным примером как можно больше мальчишек. Хотел бы поблагодарить за то, что действительно построили уникальный дворец. Я думаю, что это будет дворец здоровья, культуры, искусства и будет общение. Это многофункциональный дворец, который очень нужен для вашей республики. Почему? Потому что это действительно будет центр протяжения людей. Для меня, как президент Федерации хоккея, это двойной праздник, потому что как ребенок рождается новый хоккейный дворец, на котором, мы надеемся, появятся новые Овечкины и Малкины, и Дацуки, которые прославят нашу страну. Я надеюсь. Которые прославят не только республику, но и прославят нашу страну на Олимпиадах, чемпионатах. Сегодня же Михаил Игнатьев и Владислав Третьяк вручили ключи от новых школьных автобусов. Торжественная церемония прошла на площади перед дворцом детского и юношеского творчества в Чебоксарах. Эти автобусы из Чебоксара отправятся в разные концы республики. Ключи от новых машин получают те школы, где автопарк не обновляли многие годы. Не хватает. Не хватает, да. У нас был всего один автобус, сейчас второй автобус. Этот автобус очень необходим для наших детей, для выезжающих на экскурсию, в театры. Мы очень любим театры, посещаем их. Мы очень дети творческие у нас, поэтому любят очень искусство. Новые автобусы для школ республика закупает поэтапно. Миллиарды рублей выделяются и на модернизацию столовых, и на ремонт физкультурных залов. Для подрастающей нации в регионе стремятся создать подобающие условия. Ученикам это идет на пользу. Все больше ребят в республике голосуют за спорт. Еще одна приоритетная задача для властей региона – снижение детского травматизма на дорогах. В ближайшее время в республике закупят еще одну партию школьных автобусов. У нас всего 329 школьных автобусов. Ежедневно перевозят примерно 12500 школьников. Поэтому задача наша – вопросы безопасности все соблюдать. За это отвечают должностные лица общеобразовательных школ. С одной единственной целью – чтобы формировать культуру как пешеходов, так и водителей. Салоны новых автобусов оснащены всем необходимым. В этом почетные гости убедились лично. Здесь установлены удобные кресла и ремни безопасности. Легендарный хоккеист Владислав Третьяк отметил, что программа модернизации школьных автобусов – своевременный проект. С любовью мы всегда относились к детям, но сегодня и особо. Потому что мы хотим, чтобы тот провал, который в 90-е годы был, он действительно сказался на здоровье нашей страны. Сегодня мы это исправляем, и поэтому и занятие физкультуры, и спортом, и безопасность движения. Надо все сделать, чтобы действительно детство было безопасное, красивое, и чтобы дети наши получали удовольствие и радость от своей жизни. Ценные подарки на этой церемонии получили и талантливые ученики. Им вручили самокаты и новые велосипеды. Медрик Ковалев, Александр Петров. Республика. Секреты успеха из первых уст о своих шагах в большой спорт известные спортсмены сегодня рассказывали чебоксарским школьникам. На встречах с ребятами гости торжественной церемонии открытия Ледового дворца вспоминали и интересные истории. Подробности в следующем материале. К встрече с Ириной Слуцкой в третьей чебоксарской школе начали готовиться задолго. Актовый зал украсили шарами и самодельными плакатами с ее изображением. Двукратная чемпионка мира признается, что приезжая в каждый регион, она всегда старается выкроить время для общения со школьниками. Увлекаться спортом фигуристка начала в этом же возрасте. И сейчас она с удовольствием делится с детьми секретами своего успеха. Приучать к спорту, к здоровому образу жизни, это очень важно, потому что спорт – это не только спорт высоких достижений. Спорт – это дисциплина, спорт – это здоровье, спорт – это правильное развитие организма. То есть здесь какая-то такая совокупность, но я думаю, что насильно мил не выйдешь, поэтому заставлять неправильно. А вот направлять, может быть, как-то в виде игры привлечь ребенка к тому занятию, которым он, может быть, даже не очень хочет заниматься. Но вот именно привлечь, да, но если уж совсем никак, я бы, наверное, не настаивала. Самое главное – это подход к ребенку, потому что тренерский персонал – это очень важно, потому что тренер может как и предложить спорт, и ребенок его полюбит, или наоборот, оттолкнет. Чтобы задать свои вопросы, ребята выстроились в очередь. Хорошо ли будущая чемпионка училась в школе, насколько тяжело фигуристке давались первые тренировки, и кому она посвящает все свои победы. Ирина Слуцкая не отказывалась отвечать даже на каверзные вопросы. Ученики этой школы с известной спортсменкой мечтали пообщаться давно. Некоторые ребята уже всерьез увлекаются фигурным катанием. Я тоже хочу ходить на фигурное катание. Я, ну, хожу на лед, ну, катаюсь немножко. Я сначала не умела кататься, у меня бабушка учила, потом на льду у них рядом был, потом я сама научилась кататься. Ирина Слуцкая, которая сегодня приехала, это вообще для нас эталон, мы ее очень любим. Я ее представляла сама лично, очень крупной, габаритной, она оказывается совсем миниатюрная такая, миленькая. Фотографии на память с известной спортсменкой появятся у всех учеников. Общий снимок сделали прямо у входа в школу. Фотографироваться и раздавать автографы ученикам не отказывал и президент Федерации хоккея Владислав Третьяк. В Чебоксарах он побывал на импровизированном спортивном бульваре и встретился с юными хоккеистами. Известного спортсмена они не отпускали долго. Вместе с ребятами Третьяк вспоминал и о своих первых матчах с канадцами. Они с нами вообще не здоровались. Даже один журналист написал, что вот мы из восьми матчей, все восемь матчей выиграем у этих любителей. А Третьяку забьем столько, сколько мы захотим. И если это не произойдет, я статью съем в присутствии всех хоккеистов сборной страны Советского Союза. Нам это сказали, а мы первую игру выиграли. Да, кстати, канадцы нам руки не стали жать. А мы подошли, говорят, ну это товарищеские игры, почему нам руки не жмете? У нас такая победа, а канадцы не поняли, кто приехал, кто их обыграл. По стопам Владислава Третьяка пошел и его внук Максим. Сейчас он играет за команду ЦСКА и готовится к молодежному чемпионату мира. Начинающий спортсмен, как и дед, защищает ворота. Но в детстве вспоминает Третьяку, он хотел стать нападающим. Он полгода позанимался и говорит, дедушка, давай посмотрим игры с канадцами в 1972 году. У вас такие драки были, давай посмотрим. Ну мы, я ему поставил фильм, и там все канадцы без зубов, все. И он говорит, дедушка, а почему они без зубов-то все? Я говорю, ну они нападающие. Понимаешь, шайбы попадают, клюшкой, борт. И у них все передние зубы не свои. Дедушка, а у тебя свои? Я говорю, у меня все свои, я в маске всю жизнь. Вот, и поэтому у меня все зубы свои натуральные. Тогда мне Максим говорит, дедушка, ты знаешь, что-то я больше нападение не хочу играть. Пообщалась с юными чебоксарцами олимпийская чемпионка Елена Бережная. В день ее визита на территории 27-й школы решили заложить аллею победителей. Одно дерево посадила, и сама фигуристка. Медриковалев, Александр Петров, Республика. Сегодня призер Олимпийских игр чемпионка мира Европы Ирина Слуцкая стала гостем прямого эфира «Таван-радио» на волне 100 и 3FM. В гости к национальной телерадиокомпании Ирина Слуцкая приехала буквально за пару минут до эфира. В программе «Час со звездой» Ирина рассказала о себе, о шоу на открытии Ледового дворца и, конечно же, о развитии спорта в России. «Спорт развивается, да, где-то чуть-чуть получше, где-то чуть-чуть похуже, но на развитие спорта сейчас сброшены все силы, и не только профессионального, но и массового спорта. Поэтому это все идет вперед, и это очень здорово». Зарядка фигуристов, новые системы судейства в фигурном катании – все это обсудили в эфире программы. Ирина даже успела ответить на вопросы слушателей «Таван-радио». А в завершении эфира выдающаяся фигуристка оставила пожелания всем жителям нашей республики. «В первую очередь всем хочется пожелать здоровья. Спортсменам хочется пожелать терпения, трудоспособности и, наверное, маленькой удачи, потому что она тоже должна быть. Хотя я не верю в это ни во что, но все равно, пускай она будет. Любви безграничной и уверенности в завтрашнем дне». Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Наполняем из бюджета задачу номер один для органов власти всех уровней. Доходная часть казны формируется в первую очередь из налогов и сборов, в том числе и от подокцизной продукции. Ежегодно эта сумма составляет от 300 до 400 миллионов рублей. К сожалению, в последние годы произошел спад на предприятиях «Росспиртпрома», в том числе и на ликероводочном заводе, который расположился в Чебоксарах. Как работает предприятие и какие у него перспективы, журналистам рассказал министр экономического развития промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Ежегодно Чебоксарский завод отгружал порядка миллиона декалитров спирта, но в этом году цифра будет в три раза меньше. По словам министра экономического развития, подобная ситуация характерна для всех предприятий отрасли России. В этом году акционерное общество «Росспиртпром» планировало открыть в республике предприятие по утилизации контрафактной продукции на площадях Ядринского завода. Я напомню, что в 2012 году было подписано соглашение, были выделены определенные, был совместно реализован проект по обновлению парка. Основная задача, которую накладывала на кабинет министров и на «Росспиртпром» и ликероводочный завод наш, это сохранение производства первое и сохранение численности работающих. А также возобновление деятельности Ядринского спиртзавода рассматривается как первый этап запуска завода для того, чтобы стартануть. Там занимаются по всему привозку федерального округа, занимаются утилизацией именно контрафактной продукции. Ну, это, может, это не полноценный спиртзавод, как таковой уже, да, но это начало старта нового проекта, плюс это создание рабочих мест с этими же налогами, да. Но если предприятие «Росспиртпром» вкладывается в это производство, в эту утилизацию, а эта утилизация тоже технологический передел серьезный, то будущее – это создание, ну, мы надеемся, что это создание все-таки спиртзапроизводящих заводов. К сожалению, экономическая ситуация вынуждают многие корпорации сокращать свои инвестиционные программы. Под секвестр попало и производство в Ядрине. Владимир Аврелькин выразил надежду, что к концу 2015 года производство заработает. Если бы он был им неинтересен, да, и я думаю, что его босила бы судьба тех четырех заводов, которые были закрыты в начале этого года. И задача «Росспиртпром» все-таки – это стать, ну, стратегической задачей стать этой монополистом в качестве производителя вообще спирта по России, да. Ну и, безусловно, сохранить линейку по выпуску водочных продуктов, конечного продукта. Поэтому это интересный для них бизнес. Ну, кроме того, они понимают, что это социальный бизнес, а прежде всего для субъекта. Поэтому мы идем навстречу друг другу, там не всегда это получается приятно. Но мы должны находить пути решения для того, чтобы сохранить первую или еще раз рабочую листь, сохранить наш бренд в республике, сохранить налоговое поступление. Бюджет, а больше здоровье жителей республики страдает и от теневого рынка алкогольной продукции. В Министерстве экономики просят всех сообщать о торговле безакцизным, контрафактным алкоголем в МВД республики. Молгород-2015 начал свою работу. Впереди у участников пять дней семинаров, лекций, мастер-классов, знакомств и общения. На площадке форума и в палаточные городки участников заглянули и мы. Перед открытием над палаточными городками делегации Молгорода-2015 собирались тучи, начинал моросить дождь. Но, как известно, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной. Форум проводится с 2009 года и за это время его участниками стали 7 тысяч молодых людей. 2000 гостей-экспертов из 15 регионов России и 10 стран мира. Данный форум проводится уже седьмой раз. Здесь собрано более 800 молодых активных, перспективных ребят со всей Чувашии. И не только. Здесь также есть молодежь из Астрахани, Татарстана, Воронежа, Саратова и из других городов. В образовательной программе 5 основных направлений. Государственное и муниципальное управление, экономика и предпринимательство, пиар и медиа, волонтерство и добровольничество, лидерство. Лозунг и главный хэштег этого форума – любить вашим. Вы ждете этих счастливых, интересных дней. Вы неравнодушны. Вы ищете путь для самореализации. Вот я сейчас пообщался с ребятами, мне задавали они вопрос. Я тоже секрет раскрою. Вам нравится Молгород? Я говорю, не только нравится, я говорю, завидую вас. Хочется пожелать вам задора, бодрости, вдохновения, красивых улыбок. В том, что здесь действительно собрались неравнодушные молодые люди, гости смогли убедиться очень скоро. С одной из площадок форума их не отпускали больше часа. Молодежь интересовалась зарплатой госслужащих, строительством детских садов, что подвигло Михаила Васильевича стать главой региона и даже непростой судьбой концерна тракторной заводы. Мы отслеживаем, мы стараемся влиять, но с другой стороны, даже в главной республике, в данном случае, к сожалению, полномочий есть власть, есть на коммерческие структуры очень мало рычагов, чтобы вмешиваться и в финансово-газяческие деньги. Поэтому меры принимаются, со стороны акционеров тоже меры принимаются. Чтобы задать вопросы на самые разные темы, экспертам и специалистам участников будет пять дней. Впрочем, лекции, семинары – это только часть программы. В этом году у нас будет семь видов спорта. Это традиционно пляжный волейбол, пляжный футбол, стрельба из пневматической винтовки, дартс, настольный теннис, мини-гольф и еще ночное ориентирование. А еще, кроме вообще спортивных каких-то мероприятий, у нас будет проходить очень много мастер-классов. Мы даже специально привозим для этого ринг боксерский. Каждый день у нас будет проходить определенный мастер-класс. Допустим, по боксу, по кикбоксингу, по тайскому боксу. Ребятам это интересно, и поэтому мы стараемся каждым годом все больше и больше каких-то федераций, спортивных федераций приглашать. Помимо всего прочего, мол, город – это жизнь в палатках, борьба с кровососущими насекомыми, полевая кухня. Что для участников вовсе не неудобство, а скорее особая форма романтики. Мы будем спать на матрасах. Один матрас у нас дулся, и кто проиграет, сейчас вот будет спать на раздутом матрасе. Сумки стоят сбоку, все. Что у вас за игра? Кто должен проиграть и как? Кто первый раз цепит руку, тот спит на раздутом матрасе. Когда наступает вечер, и тогда начинается просто нечто. Нападают комары слева, справа, сверху, снизу, ты не знаешь, как их защититься. Вроде бы ты весь в кофте, но они кусают через кофту. Скажите, вы сейчас что делаете? Мы накачиваем матрасы. Что делать здесь планируете? Что делать? Получать знания, информацию новую какую-то, отдыхать, это, конечно, в первую очередь, потому что тут природа. Ну и кормить комаров, что еще? Сегодня мы собираемся ужинать макаронами. По-флотски, да. Расскажите, как вы готовите, если у вас одни молодые люди? Как вы собираетесь жить пять дней? Одна девушка есть у нас? Не, не одна, больше. Полевая жизнь научит выживать как бы. Для кого-то этот, мол, город станет первым, а кто-то ждет этих дней весь год и живет от форма до форма. И тем и другим наша съемочная группа желает удачи. Ольга Пыречкина, Олег Якимов, Республика. Это все новости, что мы хотели рассказать вам к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова